Дарья Фоменко Правительство предложило Ливану помощь в спасательных и восстановительных работах. Эти местные жители сидели в машине, когда произошла трагедия. На видео слышно, как они напуганы. На месте происшествия находились и венгры. Это видео снял Агоштон Неймед, который проживает со своей невестой всего в паре сотен метров от места взрыва. Видео он записал со своего балкона. «Я вышел на балкон и увидел, что здание сильно горит. Затем внезапно раздался мощнейший взрыв», — рассказывает очевидец. Все окна в их квартире разбились. Мебель разлетелась в разные стороны. Повсюду на полу стёкла. В результате взрыва в Бейруте пострадало и здание венгерского посольства. Но у венгерского МИДа нет информации о жертвах среди венгров, — сообщил госсекретарь Тамаш Менцер в социальной сети. Он отметил, что посольство держит связь с местными властями. При необходимости граждане Венгрии могут рассчитывать на помощь. Будапешт предложил помощь Бейруту. По инициативе Виктора Орбана правительство предоставит 1 миллион евро в Сирийской Маранитской католической церкви на устранение ущерба, — сообщил руководитель пресс-службы премьер-министра Берталан Хаваши. Госсекретарь Триштан Азбей пояснил, что помощь будет выделена в рамках программы «Hungary Helps» и поступит уже в четверг. Виктор Орбан в письме выразил соболезнования премьер-министру Ливии. Он написал «Мы мысленно и душевно с вами». Венгерский премьер также направил соболезнования в связи со смертью лидера Ливанской христианской партии, которая вместе с партией Фидос состоит в интернационале христианской демократии. Согласно последним данным, во многих областях зарегистрировано менее чем три случая заражения коронавирусом. А в некоторых областях нет ни одного случая с летальным исходом. В Будапеште и в области Пешт было зарегистрировано больше всего зараженных и погибших от коронавируса. На улицах города Ниратьхаза можно встретить людей в масках, хотя это не обязательно. А в магазинах практически все без исключения носят маски. По словам заместителя нотариуса города, с начала эпидемии были предприняты все усилия для предотвращения распространения вируса и формирования возможных очагов. Это в первую очередь затрунуло социальные учреждения, так как нам нужно было переорганизовать социальное обслуживание. Пришлось закрыть увеселительные заведения, например, клубы для пожилых людей, которые обеспечивали возможность встреч, а также детские сады и ясли, сказала Бригитта Каша. Возможно, именно благодаря этим мерам во вторник в области Собольца от Мерберек был зарегистрирован всего один активный зараженный. Похожая ситуация и в области Бейкеш, где зарегистрировано два инфицированных. Тем временем в Румынии, которая ограничится этими областями, был достигнут негативный рекорд. За один день там было зарегистрировано 1232 новых случаев. Согласно данным, во всей Венгрии нет столько зараженных, как в Румынии было зарегистрировано за один день. В настоящее время в Венгрии зафиксировано 534 заражения коронавирусом. Одна треть заболевших живет в Будапеште, а 16% в области Пешт. Исследование также показало, в какой области погибло больше всего людей от коронавируса. Лидером стал Будапешт. По итогам исследования, в стране в трех областях, Хайду-Бихар-Бейкеш-Иваш, до сих пор не было заражения с летальным исходом. Кафе «Нью-Йорк», где когда-то рождались знаменитые стихи и пьесы, является излюбленным местом литературной жизни столицы и цитаделью изысканной гастрономии. Самое знаменитое кафе столицы и самое красивое кафе в мире располагается на первом этаже одного из самых престижных отелей Будапешта. Если вы хотите почувствовать себя аристократом, вам обязательно нужно заглянуть сюда на чашечку кофе. Секс-арт является одним из самых притягательных областных центров Венгрии. Большинство приезжают сюда за превосходными винами, но с горы Бартина также открывается прекрасная панорама на город. Смотровая площадка Калвария интересна не только видом, но и композицией памятника Винограду, которая составлена из символов герба города. На основание памятника можно взобраться. Оно также является частью смотровой площадки. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова